Уважаемые друзья, которые с нами сегодня, друзья, которые физически не с нами, но с нами в прямом эфире, и кто-то из вас уже часть нашей церкви, мы вместе рассуждаем о Господе нашем, вместе поклоняемся Его, и прославляем, и молимся Ему, и вместе получаем благословение от Него. Я желаю поделиться местными мыслями, и место Священного Писания, которое я взял в основание, это послание к евреям, 13 глава, 8 стих. В этом послании апостол Павел, он убеждает и доказывает на основании Священного Писания, основании пророков, псалмов, показывает Иисуса Христа истинным Богом. И он в этом стихе говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, Он Бог, Он неизменен. Вот я сегодня и хотел поговорить о Боге нашем. О Боге Отце, который достоин внимания нашего, достоин славы, достоин поклонения, и это будущность наша. Бог многократно и многообразно народу Своему, потомкам Авраама, Исаака, Иакова, наследником обетования, Он говорил в пророках. А в последние дни Он говорил нам, Сыне Своем, Иисусе Христе, Который открыл. Как же Бог являлся? Когда мы читаем Ветхий Завет, я удивляюсь и поражаюсь любовью Бога, Бога Отца, Который всегда искал человека и желал с ним иметь общение. И вот одна такая личность – это Моисей, Который чудно был сохранен, чудно возрос, и Бог явился ему. Это записано в книге «Исход», третья глава, четвертой, шестой стихи прочитаем. Здесь Моисей, он пас овец у тестя своего, и явился ему ангел Господень. И Господь, и когда Моисей увидел куст терновый, который горит и не сгорает, не было удивительным то, что куст загорелся, было удивительным, что он никак не сгорает, огонь продолжается. И Моисей направился, чтобы посмотреть, что это такое. И четвертый стихи «Господь увидел, что он, Моисей, идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою, с ног твоих, и во место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога». Это Бог явился Моисею. У Бога был план по отношению к Моисею лично и ко всему наследию Авраама, Исаака и Иакова. И чтобы исполнить этот план, Бог увидел Моисея. Он увидел его, когда он был таким маленьким, когда в корзинку ложили. Он видел его еще, когда он был в утрове матери, и он его избрал на особое служение. И вот Бог явился ему. И он сказал, что «Я услышал, и я желаю, имею планы вывести народ мой, и ты будешь вождем, ты выведешь. Иди к народу и скажи». И тогда 13 стих. «И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилю и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя. Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, «Я есть им сущий», то есть Иегова. И сказал, «Так скажи сынам Израилю, сущий послал меня к вам». Бог открылся в новом имени для Моисея. Далее в 6 главе, 4 стихом Бог говорит, «Являлся я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь Иегова не открылся им». Вот оно, новое имя, которое Бог открыл и имел план. И Моисей исполнил то, что Бог поручил ему. Это был новый период выхода народа израильского, потомков Авраама, Исаака и Якова, из египетского рабства. Это был долгий путь. Почему долгий путь? Нам Священное Писание открывает, когда мы смотрим на карту и удивляемся, что они кружили 40 лет. А Бог сказал, «По упорству вашему, потому что вы роптали этот путь 40 дней!» А Бог сказал год за день из-за вашего жестокого сердца, чтобы воспитать вас, чтобы показать, что внутри у вас Богу пришлось народ вести так долго. Это был долгий путь. И там было много искушений. И там Бог являл силу Свою, могущество Своё, заботу Свою и любовь. В 4-й книге Моисея, книга чисел, в 16-й главе записано особый случай. И он называется так «Возмущение Корея». Когда мы видим, что Корей и друзья его собрались вместе, и со 2-го стиха 16-й главы книги чисел написано «Восстали на Моисея и с ним из сынов израильских 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, и собрались против Моисея и Ароны и сказали им «Полно вам все общество, все святые, и среди их Господь! Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей услышал это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизиться к нему, приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе». Это была страшная для нас история, событие, которое произошло в стане народа израильского, когда Бог поставил Моисея и опору ему Аарона. Бог говорил Моисею, Моисей говорил Аарону, а Аарон, имея красноречие, говорил народу и народ принимал. Но вот здесь произошло восстание. Далее, с 20 стиха, «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Отделитесь от общества сего, и я истеблю их во мгновение». Они же пали на лицо свое и сказали, «Боже, Боже, Духа всякой плоти!» Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество, ты гневаешься на все общество. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея до Фана и Аверона». И 32 стих. «И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им живыми в преисподнюю, и покрыло их земля, и погибли они от среды общества». Такое трагическое историческое событие произошло с теми, кто возмутился, потому что Бог сказал, «Они не против тебя восстали, они против меня», потому что Бог поставил вождем Моисея, Бог избрал и Бог говорил с ним. Но в народе нашлось люди, которые возмутили весь народ, и Бог показал, Бог вынужден был показать свой гнев, могущество, свою святость и свою справедливость. Эта история оставлена для нас на страницах Писания. И здесь мы видим, знаете, когда я читаю в Царствах, в Паральпоменон, где говорится о народе израильском, когда Бог, обращаясь к народу, говорил, «Если вы будете ходить путями моими, соблюдать повеления мои, заповеди мои, постановления мои, то благо будет для вас. Это хорошо для вас будет, это лучшее, что вы изберете, и вы будете благословены и в доме, и в поле, и в окружении. Если вы отступите, тогда на вас бедствия придут». И мы видим, что царь и народ служили Богу, поклонялись, сколько благословений было, сколько Бог защиты являл, сколько Бог мир являл и освобождение являл. И когда народ отступал, когда царь был нечестивым, народ уходил в язычество, в поклонение другим богам, то постигало их бедствие. Я думаю, почему Бог вновь не развернулась земля, не поглотила тех, которые бесчинного того царя беззаконного. Но когда мы читаем книгу числа в дальнейшем, кто читает Библию, тот знает, кто нет, прочитайте. Очень удивительно, принесло ли урок тому народу израильскому и потомков их, когда они увидели, когда земля раздвижность и люди живыми сошли в преисподнюю. Насколько жестоко сердце. И думаешь, почему так? Для меня, знаете, ответ в книге «Екклезиаст». Это 8 глава 11-13 стихи. «Нескоро совершается суд над худыми делами и оттого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и костенеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. Но я знаю, что благо ходящим пред Господом и тем, которые благоговеют пред именем и лицом Господа Бога Всевышнего Святого». Это показано на странице Писания. Здесь Бог являл себя и люди видели, скажем так, Бога, который справедливо негодовал и вступался и являл знамения, которые оставлены на века. Вы знаете, среди пророчеств, среди книг Ветхого Завета мне очень нравится пророк Исаия, через которого Бог обращается к народу. И вот я увидел новое имя, которое Бог через пророка показывает себя, народу своему. 63-я глава, здесь описывается день мщения. Из 15-го стиха написаны такие слова Исаия 63-15. «Призлис небес и посмотри на жилище святыни Твоей и славы Твоей, где ревность Твоя и могущество Твое, благоутробие Твое и милость Твои ко мне удержаны. Только Ты Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое Искупитель наш». Народ израильский знал имя Бога. Они знали заповеди Бога. Они даже боялись произносить имя Господа. Они заменяли его другим словом, потому что они трепетали пред именем Господа. А вот здесь Бог, обращаясь, это слово Бога вдухновенно. Через пророка Исаии он говорит, я понимаю, как пророческие слова. «Только Ты Отец наш, Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое Искупитель наш, новое имя, которое Бог открывает народу Своему. И послание евреям, оно начинается, что Бог многообразно говорил народу Своему в пророках, а в последние дни говорил нам Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и века сотворил». Господь Иисус Христос, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он Бог, Он безначальный, Он явился, Он воплотился две тысячи лет тому назад, и мы знаем эту историю, Евангелие описывает, но Он Бог безначальный, Он вчера, сегодня и вовеки тот же, Ему нет начала, Ему не будет конца, Он Бог, и Он открывает нам Бога всемогущего, Бога Отца Авраама, Исаака, Иакова, и Он, Иисус Христос, разговаривает с Ним и называет Его Отец. Когда мы читаем Евангелие Иоанна, 17-я глава, это настолько дорогая глава, где показана молитва Иисуса Христа, Бога Иисуса Христа, человека, когда Он был в человеческой плоти, Сына человеческого, когда Он обращался к Богу, говорил, Отче Святой, когда Он говорит, Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, дави славу Мою, которую Ты дал Мне, Потому что возлюбил Меня прежде основания мира, Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и эти познали Тебя, Ты послал Меня, Я открыл имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Вот это новое имя, которое Господь Иисус Христос открыл нам, имя Бог Отец. И Он научил учеников, и научил нас, когда Его спросили, как правильно молиться, научи нас молиться, Он говорит, молитесь так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Дорогие братья и сестры, какое преимущество мы имеем во Христе Иисусе. И апостол Павел, он восклицает и пишет в послании Галатам 4 глава 4 стиха. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Свою Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы исполнить, искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего Ава Отче. Поэтому вы уже не рабы, но Сын. А если Сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Я восторгаюсь и хочется сказать о благодать спасен тобою. Благодать пришла через Иисуса Христа. И через Иисуса Христа Бог открылся нам, как Отец, которым можем Папочка, Бог, Отец обращаться и Он слышит нас. Потому что послав сердца наши, Духа Сына Своего, это живая Троица, Который возродил нас для новой жизни и живет нас, и ведет нас, и приготовил нам вечность. Это вечное наследие. С Господом прекрасно здесь на земле жить. Жизнь наполнена смыслом. С Ним очень легко и правильно все вопросы жизненные решать. И школу заканчивать и экзамен сдавать. И идти в драйв лассинг центр и сдать драйв тест. Помолившись и получаем благословение. С Ним правильно и не ошибешься создать семью, выбрать спутницу или спутника жизни. И с Ним правильно и благословенно начать жизнь здесь с благословения Божьей, который в сердце живет и церковь созидает и приготовлю ее к вечности. С Ними трудности, есть и переживания. Знаете, наша старшая сестра, они семьей живут там в России и их постигла сильная болезнь в тяжелой форме ковид и настолько страдают. Муж ее, Борис, он в больнице в госпитале лежит, теперь его перевели в лепцентр, она дома и колет ее лекарства очень тяжелое. И знаете, мы с семьей имеем переписку и она сестренке старшей, которая здесь живет, позвонила, написала и она нам переслала. И потом мы молились много и знаете, потом сестра это говорит, которая говорит, какое мы имеем преимущество и благо, когда мы можем вместе объединиться и нам есть к кому обратиться. С Богом радостно жить на земле, с Богом радостно дни рождения отмечать, праздники отмечать, но с ним и страдания, и болезни, и утрату даже легче переносить, потому что он утешитель, он знает и в руке его планы о нас во благо, не на зло. Какое преимущество мы имеем, когда обращаемся к Богу как к Отцу, и Он слышит нас, и Он отвечает нам, и Он соучаствует в нашей жизни. Дорогие братья и сестры, через Господа Иисуса Христа мы имеем доступ к Богу, к тому, который говорил, говорил с народом своим, а они боялись и говорили, Моисей, ты иди и разговаривай, а потом скажешь, что Он сказал, и мы исполним. Только мы боимся туда подходить. Бог вчера, сегодня и во веки тоже, Он не изменился. Он не стал, извините меня за такое слово, добрее к нам во время благодати. Нет, Он тоже остается свят, 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 Господь Саваоф. но мы имеем между Богом святым и человеком здесь во плоти, в адамовской природе, но возрожденный, возлюбленный Богом имеем дар прощения, дар очищения, дар усыновления и дар жизни вечной. Мы имеем посредника Иисуса Христа. И когда даже мы не знаем, как правильно молиться, Он, Дух Святой, ходатайствует за нас, воздыханиями неизреченными, Он остался тем же Богом, но мы имеем ходатая, посредника, спасителя нашего, искупителя нашего. И когда мы падаем, когда согрешаем, Бог не закрывает глаза на это? Нет! Но есть посредник, Иисус Христос, кровь которого она омывает, очищает и оправдывает. когда есть ходатай, тот, который говорит, да, он согрешил, но за его грех я заплатил. Он мой, отец, он твой. Какое преимущество? Знаете, у меня одна мысль, которую я хочу поделиться, в центре. Это книга пророка Малахия. Это последняя книга, на которой заканчивается Ветхий Завет. И в первой главе Бог показывает любовь Божию к Израилю и указывает на его неблагодарность. Из 6 стиха первой главы книги Малахия записаны такие слова. «Сын чтит отца и раб господина своего». И Бог говорит, «Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящее имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите в жертву на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем бесславен Тебя? Тем, что говорите, трапезы Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднесите это Твоему князю, будет ли он доволен Тобою и благословенно ли примет Тебя? говорит Господь Саваоф и один из стих. Ибо от востока солнца до заката велико будет имя мое между народами и на всяком мести будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. У Бога была претензия к народу своему. Он говорит, если вы называете меня отцом, где почтение ко мне? Слово почтение оно больше наверное уже теперь библейским стало. Когда помните апостол Павел говорит о секрете благополучной семьи крепкой и любящей друг друга, он говорит, почитайте один другого высшим себя, хотя это сказано для церкви, во взаимоотношениях, как важно, чтобы мы сохранялись как одно целое, чтобы иметь благословение, нужно почитать один другого выше себя. И для нас это понятно, но Бог говорит и имеет претензию к народу Божьему. Он говорит, вы называете меня отцом, где же ваше почтение? Дорогие друзья, отцы и матери, сегодня день отца, если сын или дочка ваша подошла к вам и сказала, поздравляю тебя, папа, я люблю тебя. Или подошел, или подошла и сказала, пап, с днем отца тебя. Есть разница. Ну, надо же поздравить, но чтобы папа не обиделся, чтобы не сказал, что даже забыли про меня, ну, поздравлю его. Или от сердца сказать. Дорогие братья и сестры, Бог наш, отец, которого мы называем Ава Отче, Он знает сердце наше, Он знает, с каким сердцем мы приходим к Нему. Перед Ним невозможно лицемерить. И перед Ним нужно с почтением приходить. И если я Господь, кто, где благоговение предо мною, говорит Бог, наследию своему, потомкам Авраама, А мы по вере дети Его, потомки того же наследия, только по вере, Он говорит, если я Господь, где благоговение предо мною. Вы помните, мы вначале говорили о Моисее, который приблизился посмотреть, а Бог говорит ему, стоп, Моисей, сними обувь, место, на котором ты стоишь, место святое. И Моисей закрыл глаза свои, он боялся или в благоговении пред Богом? Благоговение это страх, который не панический страх, не животный страх, а который не огорчить Бога Святого. Я создание Его, а Он Творец Мой, и Ему принадлежит благоговение, почтение, только Ему. Перед людьми мы не можем благоговеть, не должны благоговеть, людям мы должны почтение или уважение оказывать, а вот пред Богом это благоговение. Знаете, слово говорит, что по причине умножения беззакония в мире сегодня оно умножается, во многих охладеет любовь. Дорогой брат и сестра, насколько мое внутреннее состояние, сердце мое в почтении к Богу Отцу и благоговении пред Богом Господом, которого Иисус Христос, Сын Божий, Сын Человеческий, придя, Он позволил нам, дал нам право называть Отцом Своим. И апостол говорит, мы, исполненные Духа Святого, обращаемся к Нему, Папочка, Отец, с нуждами нашими, и Он любит нас, Он доказал это, но пред Ним Он вчера, сегодня и вовеки тот же, Он не изменяется, Он обращается и говорит, если Отец, где почтение, если Господь, где благоговение. А в чем неблаговение? А народ приносил жертвы и говорили, да это не стоит. И приносили, князю нельзя было принести ягненка хромого, слепого или уродливого, а на жертву приносили. Какое лукавство? Человеку стыдно принести, а Богу можно. Знаете, Бог не изменился, вот в этой главе, я понимаю, что это Ветхий Завет, но это важное место Священного Писания. В этой же книге, третья глава, десятый стих, Бог, обращаясь к народу, говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Савов. Не открою ли я для вас отверстия небесные и не залью ли на вас благословение до избытка. Бог не изменился, он вчера, сегодня, в веки тот же. Я помню, когда мы жили еще там, брат Генрих, он рассказывал о своей жизни, говорит, когда я уже встал на путь служения, он работал на кладе, небольшая там, электриком, а свободное время все посвящал служению, и потом как-то пришел к папе, говорит, пап, никак не хватает у меня, не могу концы с концами свести, и жена, и детки растут, и зарплата вот такая, и за квартиру надо заплатить, и за свет, и на продукты, он говорит, сын, а как у тебя вопрос десятины? Он говорит, пап, я-то получаю шестьдесят рублей в месяц. Он говорит, сын, я же тебя не спросил, сколько ты получаешь? Как у тебя вопрос десятины? Вот те деньги, которые ты получаешь, Бог не хочет забрать у нас десятую часть. Бог нам дал вот столько и говорит, пользуйся вот столько, твое, а мне дай десятую часть. И где Бог, говорит, испытайте меня? Вот он здесь, говорит, хотя бы в этом испытайте. Не увидите ли, что я открою для вас небесные отверстия и благословения будете иметь? Я думаю, кто испытал это в жизни своей, тот знает, насколько Господь благословляет и восполняет. Дорогой брат и сестра, твое участие есть в жизни церкви в материальном служении? Дорогие друзья, которые с нами находятся в прямом эфире, может быть, вы к церкви не имеете отношения, может быть, там, где вы живете, даже церкви нету. Неважно. Вы испытайте в жизни своей, если даже вы еще не следуете за Господом и вы не вошли в церковь, испытайте. если у вас нету церкви, отделите от дохода вашего десятую часть. Это не ваше, это Богу послужите. Помолитесь, и Бог укажет вам сироту, вдову, Евангелие для Турции, для Кубы, или куда бы ни было. Это для Бога, это не мое. Испытайте в этом. У Бога была претензия к народу своему. Не имеет ли Бог претензию ко мне, к тебе? Мы понимаем, что мы живем в Новом Завете, это прекрасное время, время благодати. И жертва наша, мы не приносим на жертвенник к овцу, это жертва хвалы уст наших, прославляющих Богу. Дорогие братья и сестры, любая жертва, она лучшая. Она требует жертвенности, отдачи, лучшая Богу. Когда мы приходим в дом молитвы, служим ли мы в хоре пением, читаем ли стих, поем ли, трудимся в церкви, там трудимся, на участке трудимся, где бы ни было, мы отрываем, берем время, как важно, чтобы оно было лучшим, послужить Господу, а дать как для Господа, послужить для церкви, для ближнего моего, может быть, для дальнего, чтобы приблизить, а дать лучшее. Жертва всегда чего-то стоит. То, что недорого тебе, то, что не стоит, Богу это не надо. Мы приходим в дом молитвы, и день воскресный, когда посвящен он Богу, поклонение. Мы от всех забот своих освобождаемся. Это очень прекрасно. Как важно, чтобы мы находили время уделять лучшее время нашей жизни, лучшее время наших суток для общения с Богом. И чтобы мы в сердце нашем не сказали, да, жертва это не стоит ничего. Она стоит. Только Богу нужно принести лучшее. Как материально, так духовно, так и в нашем хождении пред Господом. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы, знаете, в нашей повседневной жизни, вот это место священописания, которое Бог оставил народу своему. Я понимаю, оно актуально есть сегодня к нам. Мы живем среди этого мира развращенного, который катится, быстро катится к растлению. И когда умножаются беззакония, то слово предупреждает, что во многих охладеет любовь. Я бы не хотел, чтобы в числе многих был я. Я бы не хотел, чтобы в числе многих была моя семья. Я не хотел бы, чтобы в числе многих была наша семья. А чтобы мы шли путем освящения. Это молитвенное время, когда мы уделяем дорогое с самого начала дня нашего. Это общение, чтение, самое дорогое, самое свежее. Когда мы просыпаемся, когда еще ничем не озадачили себя поговорить с Богом, почитать Слово Его, чтобы время уделить на изучение Писания, на молитву, когда мы собираемся вместе. Дорогие друзья, если вы поставите себе в график, поверьте, оно будет чего-то стоить. Если это свободное время, когда nothing to do, тогда пришел в дом молитвы. Богу такое не надо. А вот если вы посвятите время, оторвете, отрежете от чего-то, освободите, посмотрите, какое благословение будет для вашей жизни, для вашей семьи, для нашей церкви. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Собоов. Имени ему, его слава и честь, ныне, вовеки. Аминь. Помолимся Господу.